Библейский портал экзегет.ру представляет 131-й псалом для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества Это еще одна песня восхождения, как и все предшествующие псалмы И парочка последующих И она отличается от них, от предыдущих, да и от последующего тоже У нас появилась фигура Давида В предыдущем псалме он был, ну и некоторые предыдущие до того тоже были сложены Давидом По крайней мере, так утверждает он в Писании Но мы не видели особенно много самого Давида А вот здесь мы его увидим И мы говорим о том, что песня восхождения — это поднятие на какую-то новую ступень каждый раз Это дорога в храм, это, может быть, левиты, которые ставят, поют Или паломники, которые восходят по лестнице Вдруг какая-то сложная такая драматургия Которая абсолютно отсутствует в предыдущих песнях восхождения Где разные настроения Где то он из бездны взывает псалмопевец, то он славит Господа То что-то еще Но это всегда очень простая картинка А здесь сложная Песня восхождения Вспомни, Господи, о Давиде Вспомни его страдания Как поклялся Давид Господу, дал обет сильному Богу Иакова Не войду я под кровь шатра моего и на ложе мою не лягу Сон прогоню от глаз моих Дремоту сгоню с век моих Пока не найду место для Господа Жилище для богатыря Иакова Мы в Эфрате о нем слышали в полях Яаром и нашли его Так пойдем же к его жилищу Поклонимся под ножью ног его Зайди, Господь, в свою обитель Ты и ковчег могущества твоего Пусть священники твои облачатся в праведность Пусть возлекуют верные твои Ради Давида слуги твоего Не отвергни помазанника твоего Поклялся Господь Давиду клятвы верной и непреложной Твоих детей и потомков твоих Я возведу на престол твой Если будут верны договору со мной Если станут соблюдать наставления мои Тогда и их дети из века в век Будут восседать на престоле твоем Господь избрал Сион Сделал своим жилищем Вот обитель моя навеки Я люблю ее, я буду жить в ней Благословлю пищу ее Бедняков накормлю хлебом ее Священников ее облачу во спасение Праведники ее довозрадуются Там взращу я силу Давида Не дам угаснуть светильнику помазанника моего Его врагов я покрою позором И венец будет сиять на голове его Сложная драматургия Во-первых, о чем идет речь На простом физическом уровне Речь идет о Давиде, который клянется Богу, что не станет ночевать в своем дворце Пока не устроит Вот дальше не очень понятно То ли это храм, то ли это еще скиния В Иерусалиме Пока не устроит некий дом Бога Некоторое место для поклонения, мы скажем А тогда это понимали, в общем-то, как дворец Как резиденцию Бога среди своего народа Он царь, он правитель У царя есть свой дворец всегда Давид, правда, не построил храм каменный Это досталось его сыну Соломону Но Давид разбил скинию там Скиния это шатер, поэтому я говорю разбил И перенес в Иерусалим ковчег И вот здесь он говорит Я не взойду под кровь шатрам Его на ложе мою не лягу Пока не найду место для Господа Жилище для богатыря Якова Богатырь Якова такой вот Необычный оборот речи То есть Бог это не просто Некая идея Это вот тот, кто в жизни народа Израиля Или Якова, а часто эти имена заменяют друг друга Являет свою силу, да Кого мы видим и понимаем Как действующего в истории А не только Творца мира Не только Всеблагого, Вседержителя и так далее Ему отвечают какие-то его приближенные Мы в Эфрате о нем слышали Мы в полях Яара, мы нашли его Вероятно идет речь про то, что ковчег Находится в Кириат-Яриме Мы читали об этом, но вот Яар похожа на Кириат-Ярим Хотя не совсем то же самое Ну, как там Питер, Ленинград, Санкт-Петербург Разные названия одного города Вот И ему говорят, смотри, но ковчег же там Мы об этом знаем То есть как будто об этом немножко забыли И Давиду приходится об этом напомнить Так пойдем же к его жилищу Поклонимся под ножью ног его Его еще не перенесли А потом взойди Господь в свою обитель Ты и ковчег могущества твоего Вот его переносят Этот самый ковчег Книги царства это хорошо описывают И когда его перенесли То священники облачатся Пусть праведность Возвлекуют все верные И Господь клянется Давиду Твоих детей я возведу на престол Только его потомки Являются законными, праведными Царями в Израиле И когда Христос называл себя Или скорее его называли А он не отвергал этого названия Сын Давидов То он ровно на это и указывал Что он наследник Он не просто какой-то проповедник Или даже чудотворец Он царь Израиля По рождению Хотя вовсе не по текущей политической ситуации Вот здесь об этом идет речь Потомков твоих я возведу на престол твой Если будут верны договору со мной Тогда их дети из века в век Будут восседать на престоле твоем Бог обещает то, что зависит от него Но от человека, как обычно, зависит Принять и исполнить Либо наоборот отвергнуть и извратить То, что Господь ему предложил И более того Вот обитель моя навеки Говорит он про Сион Про главный холм Иерусалима Где, вероятно, стояла Скини Ну а потом был построен храм Благословлю пищу ее Вот этой самой обители Накормлю хлебом ее Священников облачу Праведник ее да возрадуется То есть, по сути дела Иерусалим становится приложением К Скини и потом к храму Да весь Израиль становится народом Который обладает вот этим святилищем И там взращу я силу Давида Не дам угаснуть светильнику Помазанникам и его врагов Его покрою позором Сложная драматургия Давид вспоминает А ведь где-то есть ковчег Где-то есть наши святыни Я не могу просто так жить Наслаждаться своими царскими привилегиями Отдыхать в своем дворце Там есть, пить, пировать Беседовать со своими приближенными Когда дворца Бога в Иерусалиме нет Надо построить ему дворец Хотя бы пока шатер И как человек переносит Господь благословляет этот город Ну о чем идет речь историческая Мы поняли Надо ли как-то это комментировать В переносном смысле Вот в таком более глубоком духовном Что собственно говоря Жизнь человека не полна Пока в этой жизни нет святилища Пока в этой жизни нет места Богу Вот он царь, у него все хорошо И более того Вся его дальнейшая жизнь Зависит от этого места для Бога В его жизни Его враги или его потомки Кто будет отвергнут Кто будет возведен на престол Все зависит от того Как Давид выстраивает Свои отношения с ним Вот собственно об этом Песня восхождения Смотрите, мы поднимались С этими паломниками постепенно Со ступеньки на ступеньки С площадки на площадку И наконец мы дошли До какого-то осознания Вот там вначале были крики Из бездны я вас звал Враги на меня напали Или хвалите Господу Все в его руке Он нас благословил Но это потребительская позиция Господи, дай, 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 дай Спасибо, что дал Мне теперь всего хватило Многие так к нему и относятся Это правда И не видят необходимости В чем-то более глубоком А вот здесь уже начинается Именно драматургия Именно сложность этих отношений Господи, пока тебя нет в моей жизни Пусть мне ничего другого не будет Я тебе должен дать место Ну, мы не цари По крайней мере Я не царь Я думаю, что большинство Те, кто смотрит эту Нашу с вами запись Не цари И не президенты Но Место-то у нас У каждого свое Какое-то найдется Не обязательно Даже физически Иметь в виду Какой-то там Иконный угол Или что-то еще А скорее место в жизни Для Бога Вот пока этого места нет Все остальное Как-то бессмысленно Да, можно есть, пить, развлекаться Отдыхать Работать Добиваться успеха Побеждать врагов Все это можно Но это все Не то, что непрочно Это все ни о чем Да И вот когда Господь Занимает свое место В этой жизни Тогда все остальное Приходит Тогда все остальное Встает на свои места И по сути дела Вот этот 131-й псалом Это центральный псалом Из песни восхождения Там еще два Но они как послесловие А здесь вот Вывод, к которому приходит Паломник, поднимаясь во храм Причем смотрите Ведь не идет речь Про какую-то длину молитв Строгость постов Соблюдение обрядов Какие-то там Канонические правила Которые сегодня Мы очень любим приводить Ну, понятно Любая осмысленная деятельность Регулируется правилами Да, без них ничего не бывает Но речь идет именно О вот этой готовности Дать место для Бога И не с этого Начинается паломничество Не это первая ступень Это довольно высокая ступень И человек, может быть Отправляется в паломничество Древний израильтянин В Иерусалим К храму Ну, современные люди В разные другие паломничества едут Не буду перечислять куда Ну, из каких-то соображений Чтобы здоровье поправить Чтобы там с близкими Поругался Чтобы как-то наладить отношения Чтобы работу хорошую найти Да Или Ну, все едут И я еду Или надо там посмотреть Там красиво, интересно Говорят Или там какие-то старцы духоносные Да, вот Ну, туризм такой Да, духовный туризм И в какой-то момент Этого паломничества Причем уже ближе К его кульминации К тому, как человек Входит во храм Он понимает А зачем все это сделано Для того, чтобы Богу место дать А после того, как это случится Да, и с работой И со здоровьем С родными С близкими Там С врагами наоборот В другом смысле Хорошо сложится Да, то есть Отстанут они от себя Но Вот это очень Яркий Важный псалом И Что интересно Следующий псалом Будет говорить Как будто совершенно О других вещах Следующий мой Один из самых любимых Но без 131 Его не поймешь 132 Скажет о людях Которые собрались вместе И в храме встретились Продолжение следует...